Ребята, всем привет! Сегодня у нас день вселенной Манского. Сегодня все люди из этой вселины. Не люди, а человеки. Человек-кочегар. Сергей Александрович. Да. Человек, он и в других фильмах снимается. Специально для вселенной Манского немножечко поправился. Вселенная Рэдди, он там худел, а здесь поправился. Это же очевидно. Понимаешь, входить в роль нужно с полной отдачей. Ребята, ну а я спешу вам напомнить, что данный видеоролик создан исключительно при поддержке компании Азарт Плей. Азарт Плей – надежная и легальная компания. Благодаря Азарт Плей многие уже получили свои выигрыши, чего и вам желают. Ссылки вы сами знаете где, что делать вы тоже сами знаете. Действуйте. Короче, Рома в дурке, и мы тратим по традиции всегда в самогонную лавку. Ну и Серега, Серега, инициатором выступил. Я сказал, если с Серега поедешь, Павлович, обязательно меня с собой возим. Чай пить будем? Будем. Чай будем. Слива. Вот тот слива, вот тот запах, который вот с бочки, вон той синий, он до сих пор у меня вот стоит, знаешь, везде. Я положу спать, засыпаю, и чувствую. Посыпаю, стоит, да. Так что, позже заехали гости. Ты мне скажи, зачем здесь сливы лиловые? Ну, потому что здесь это здоровое питание, и, соответственно... А почему она протухла? Так это специально... Потому что плесень, она полезна. Это... Это... Это знаешь, как сын? С плесенью. С плесенью. С 40 с плесенью, да. Если мне послушали, сын с плесенью. И тогда будет еще выступать в роли, как дрожь, наверное, да, плесень, или нет? Да потому что она дешевле стоит в 10, блядь, потому что она пропавшая в еду, это не пойдет, а на врагу самое оно. А, да? Ну, сливовица будет. Угу. Вот так вот. Одинница. И самое главное, что он все это делает, и сам это все пьет, представляешь? В таких объемах. Числян и себя. И для друзей. Ну все, врубай, давай, сейчас... Ну давай. Заехали, поздоровчик. А потом я ему начну провокационные вопросы из другой вселенной. Давай. Я прикрылся Серегой. Давай, давай. Вот сразу видно Амкашей, да, а не Амкашей. Меня вообще воротит. Ты должен почувствовать послевкусие. Это сначала крепость, а потом вот эти пошли все вот эти ароматы. Не запивай, не запивай, не запивай, не запивай. Ну, еба, сомелье, блядь. Блин, знаешь, Михалыч, пьет первую, блядь? Вроде бы и первая, да, пьет как последнюю. Последний путь. Все зачесалось. У меня, кстати, обычно раздражение выступает в 50-м. О, шутка. О, о. Он еще самое главное подал, так, знаешь, как будто какой-то это, стоял лет 17, там, для дорогих друзей. Все, я пьяный пиздец. Нихуя. Ничего, как дал. А крестливый маленький. Приход, какой приход, а? Ну да. Сейчас, подожди, это, отца там же был? Это головы, а сейчас хвостов поедем. Да, да, да. Манский, почему только попал? Ты знаешь? Ну, ты и столет. Что, Палыч, а про Манского я больше знаю всех. Он энциклопедию про Манского пишет. Масилия Иванович все на коня, Масилия Иванович все с коня. Там все такие, где-то, 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 где-то. Оригинальная шутка. Ну да. Ты, Денис, пока наливаешь, ты мне, расскажи, пожалуйста, твое отношение, вот это очень важно, твое отношение к Денису Перископу. Что за положительным было тому другу? Ну, не, подожди. Если ты спрашиваешь... Он, подожди, он и меня хорошо в гостях принимал, я всегда, я даже к сейчас к нему хорошо отношусь, но пока он не заболел. Ты неправильно ставишь вопрос. Либо сделай оценку действий Перископа. Ну да, действий, действий. Как человек, повторюсь, ты у меня, это мой друг, все хорошо, и мы общаемся, дружим, бухаем, и у меня к нему никогда не было никаких претензий. У него ко мне вроде тоже. Насчет действий последних, вот у меня ваши хайповые темы, я скажу честно абсолютно, вы этим живете, что Вадюша, что ты, у вас Ютуб это средство заработка. Ну, это так оно и есть, да? Глупо это отрицать. Ну, ну да. Да. Вот, ты когда сказал на стриме про то, что типа, вот у Перископа деньги кончились, от Шилова, типа, он начал там мучить там какие-то хайпы, придумывать там, донаты и все остальное. Я сначала был категорически против, потом что-то так, вот сейчас даже, вот ты к мне пришел, мы что-то маленький так обсудили, да? Можно так есть, хрен знает, ну как бы, типа, ну то есть, я к чему, что у него деньги начали в одном месте кончаться, он начал зарабатывать их по-другому. Ну вы это делаете годами, блин, последними. Но мы же до такой степени-то не опускаемся. Сколько ты там не хайпа поднял, и еще поднимешь, блин. Ну, он такой. Еще, ну да, он лайтовый такой, да? Да, да, да. Ну, насчет педофилии и всего остального, это бред категорически вообще, я тоже согласен абсолютно, что Вадюша, кстати, какие-то призвал, позвал там чуваков, абсолютно не... Да, да, да. Кто они такие вообще? Это уже прошло, прошло три недели, да, по-моему, после этого заявления, что будут там какие-то документы, будут какие-то там нарезки, стримы и все остальное. Где это все? Этого нет и, скорее всего, не будет, потому что, если бы это было, это с удовольствием было бы показано уже давным-давно, и кто бы не стал этого ждать. Это было бы весь интернет. Ты согласен с тем, что чем меньше ты грязью поливаешь оппонентов, тем эта грязь меньше к тебе пристает? Ну, не зря же говорят, если ты относишься людям так, ты хочешь у тебя относиться. Я к тому, что ты можешь там, ну, как бы, человека понужать, извините, я такое слово нашел, понужать, вот, но это понужение, оно тебе беком выходит, потому что люди смотрят, какой ты все-таки говнистый человек. Ну, а, в especie, знаешь, всем, как говорится, как-то, выкидываешь da канал wow, а, и я имею ввиду, что… Э-эх, мы-э-э-э… Нет… Пазовоотер… Нет. Я имею ввиду, что у нас-то одни и те же наборы хейтеров, и им это все надо. Вот именно хейтерам, именно это и надо. А нормальные люди вот в сторону. Я сейчас был в Питере, короче, сажусь, в машину к таксисту такой, у-у, Получ. Ну я офигел, потому что я знаю, как бы это, меня редко узнают, кому это, я же не это, никто не зовут меня никак, короче, я такой, что, решил его смотреть, что он такой, уже не смотрю, а ему вот 30 с копейками, то есть такой, короче, и видно, что он очень негативно ко всем относится, ну не будет это говорить, просто он такой, пахтел, пахтел всю дорогу, я такой, боже, говорю, камень включу, там, запишу, что ты меня там, типа, узнал, он такой, нет, нельзя, не буду я сниматься, ну, весь такой, короче, это, и это к чему, что нормальные люди, вот, когда это все смотрят, смотрят, все это грязь, они тоже переходят в категорию хейтеров и отписываются. Ну ты согласишь, что хейтеры на канале у Вадика, у меня, а у тебя зрители на канале? Ну, ну, кто приходит хейтить, это наши зрители с Вадиком, правильно? Ну, да, наверное, конечно. Ну, ты какой молодец. Я прям запутался, может быть, кто хейтер, не хейтер. Да нет хейтеров, есть зрители, которые просто иногда оставляют комментарии. Нет, есть Конор М. Сигровер, да можете, блин, зачем мне его опять с вами, да, я сказал, не буду больше врагов говорить, который, сравнивают всех, там, сидишь на стрипе, Вадюша, Павлович там тебя назвал, пидорасом, тот же Павлович там, Вадюш, тебя пидорасом назвал, и, короче, гав-гав-гав-гав, начинается вот этот вот свет. Вадику не надо было тему перископа, я ему говорил, не надо вообще эту, вот, когда тебя пытаются вывести на эмоции, не надо выводиться, ты человеку, который тебя выводит на эмоции, делаешь такое благо. Скажем так, я не ожидал, что Вадя настолько поведет, с ним все это дело, потому что я думал, что он эмоционально гораздо устойчивее, это, я думаю, просто синька и синяя реакция, был бы он трезван, поржал и перестал. Ну, как и твой, этот, как сказать, как ты про меня, начальник, говорит, про это, что это мой начальник, нет, это уже твой начальник. И твой начальник тоже сейчас под алкашкой пребывает длительное время на стримах. Ну, там... Тоже, 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 ну, так, а я такой же. Там другой анамнез, ну, с тобой это вообще отдельная тема, да. Ну, короче, про перископа мы же говорили, я считаю, что тему нужно завязывать, бой, наверное, был бы интересен, но, блин, ну... Ну, а он не будет. Его не будет никак вообще, никогда. Никогда и никогда. Это, говорит, бесполезно. Ну, вот это, что такое, это брага, это брага, пахнет, вот это пахнет брагой. Вот, где дыница, блядь, дыница, где? Дыница, пожалуйста, не знаю, похоже. Это, это очень жесткая, это виноградница. О, вкусно пахнет. А вот это, вот... Это тоже брага. Это непонятно, что, но тоже вкусно. На клейстер похоже, клейстер, это же барашка манский. Да, что такое за брага? Ну, это, это, один заходил здесь, я его разломал и туда сахаром засыпал. Слушай, вот Рома ставит брагу. Ставил. Какой? А, будущий. Какой, какой? У нас один Рома. Манский? Вот это вкусная вещь, тоже вкусная вещь. Вот смотри, он ставит брагу. Дрожжи, сахар, вода и перчатка. И перчатка. А у тебя такая, почему, Петя, почему, Павел, перчатки нет? Есть такой, большие перчатки. Смотри, проходит неделя, Рома начинает пить бражку. Правильно делает? Судя по тому, что он в дурке, что-то делает не так. Слушай, ну вот это готовая бражка, вроде-то вот. Ну, больше. Давай пробовать. Ну, чё-то пьем. Ну, просто, глаз-блок. Ну, нельзя крючку заточить. Давай, давай. Нет, значит, не пойдет. Либо так пей, либо... Либо вот так вот, подожди. Либо вот так вот пей. Тихо ты, блядь. Тихо ты, тупец. Сань, пихай, ну да. Перейте телефон, я тебе оставлю санитаров. Если что, чтоб мне не принимали. К манскому? Да. Ну, все. Слушай, это какие-то волшебные бокалы. Потому что этих бокалов не пахнет ничего вообще. Пей, залпом. Пей, все. Кое-то пиво. Ну-ка, ты попробуй. Да, это пиво. Это нефильтрованное пиво. Ой, слушай, я теперь понимаю, почему Рома пьет это. Это где? Во-первых, сразу вызывают поноской и все. Ну, маленькие глоточки. Во-вторых, там спиртуозность под 18, наверное, 15-18. Это пиво? Это нефига. То есть, это улетишь просто вообще. Если литр выпьешь, то улетишь. Такую аромку улетал. Давай улетим далеко. Там еще где-то есть? Литр. Слушай, Денис, а можно бочку эту? С собой? С собой. Сразу, сразу нам початываю. Это ты бочка. Ну, очень вкусно, кстати. Пиво там, пиво там, нефильтрованное пиво. Это знаешь, какой-то такой лагер. Манский лагер. Реди лагер. Не-не-не, Манский лагер. А, ну, это Манский. Макальчик. А, который будет ради лагер, кстати. Будешь пить? Извините, эта часть видео будет обрезана. И, что самое интересное, я уже чувствую. И, что самое интересное, приходит не в голову, а приходит в ноги. В ЖКТ. В ЖКТ. А потом в ЖКТ. А потом между крователем. А потом между крователем. Не-не-не, я не ожидал, что, оказывается, брага – это хорошая вещь. Ну, да. Ну, разные будут браги. Есть такая, которая прожигает тебе желудок, проест. Что, серьезно? Ну, вот это, что за брага? Сахар, что-то, да? Дрожжевая вода. И все. И как ромка? Частичка души. И частичка души. Короче, ребята, мы поехали дальше. Сейчас нужно найти деда-проститута. На бетонке. На бетонке отыскать где-то беда. На грунтовой. На грунтовой, ну. Воды. Ладно, все, давай. Работай. Заезжаю. Периодически заезжаю. Ну, как говорится, а мы идем дальше. У Сереги, когда я к нему приезжал, приезжал дед-проститут. Кто такой дед-проститут? Кто не в курсе вселенной Манского, вы не в курсе. Пересмотрите все видео. Короче, дед-проститут, он же Валера. И причем, я его дедом-проститутом называю, потому что я думал, что он сам себя дедом-проститутом. Ему это не нравится. Вот, короче, что с Валером случилось? Ну, что, Валера, бля, пошел на балкон покурить. Пошел на балкон, он мне потом на утро рассказывает. Я, бля, покурил, стою, мне стало плохо, блядь, я упал. Я говорю, ну, упал, да упал, блядь, думаю, ну, всякое бывает, блядь. А потом смотрю на его штаны. Штаны все в крови, вообще, все в крови. Башка, вот ты представляешь, башка, у него башка вся, вся в разрезах. И он мне разбил стекло на балконе. А мы можем сейчас пойти посмотреть? Конечно, можем. Пойдем. Конечно. Конечно. Вот он, прикинь, как он стоял, как стоял. Ой-ой-ой. Прикинь, дыра на хуй. И он сюда вот башкой долбанулся, блядь. Здесь все в крови, да, было? Все было в крови, вообще, все. Вот кровь, блядь, на это, до сих пор осталась. Ой-ой-ой. Оттереть надо, блядь, все это, без чупы было конкретно. Слушай, а что он так, ну вот подожди, у него, я сейчас какая-то, ты подожди, ты как это, я как Шерлок Холмс, подожди так, пулевое отверстие. Вот Мишкина, вот, вот, все, но это хорошо, вот то, что, вот, все. Это все в крови, да, получилось? Это Мишкина баба, прикинь, вся в крови. Ой-ой-ой-ой. Чего ж ты ему этот шлем-то не дал? Когда пошел он, а, Серега? Надо было сказать про шлем, что-то я ей запрятую. Надо шлем ему теперь, я не знаю тебе в чем уже. Сейчас уже точно его туда не надо выпускать. Ну, ты знаешь, вот, действительно, вот, ты же, ну, смотрела рано ему там, апробатывала что-то там, или чем? Потому что там реально... Ну, они не глубокие, там просто большие царапины, ну, они не глубокие, да? Просто ты когда пьяный, курить не надо. Курить не надо, вот и все, да. Дизайн, короче, приехал в Красноярск и почувствовал себя как дома, не то, что это Москва, в натуре, в Москве такой картошечки не поест. Москва-Манская. Серегу там не увидит никогда, ну, теперь я с вами, ребята, в УПГ-сиде. Все, теперь ты с нами, да, теперь тебе нужно создать свой канал. Канал. Создадим. И заниматься блогерством, понимаешь? Короче, ребята, кто не в курсе, это дед-проститут. Нет. Да погоди ты, я же хотел сказать, расшифровать. Ты начал уже, нет. Дед-проститут, которого по ошибке назвали дедом-проститутом. На самом деле, Валера очень хороший человек. Я тебе сейчас не подлизываюсь, потому что у тебя подписчиков нет на канале. Выпил из-за порогозил. Но я тебе хочу сказать о том, что Валера очень порядочный человек, в том плане, что, ну, кто во вселенной Манской не шарит, покупайте комиксы, смотрите все выпуски видео. Валера порядочный человек. Бля, дай я тебе руку пожму, просто ты молодец. Мы скоро съездим еще на природу. Обещался. Куда ж ты на природу-то поедешь? А, кстати, обещался. Куда ж ты на природу-то поедешь? С такой-с такой башкой, бля, как ты поедешь на природу, с такой башкой? Ну, это херня, это бриды, когда... У тебя опять голова закрутится, там опять упадешь, бля. Не, мы... Если будет падать, мы ему стекло подставим. На ветку свалимся, бля. Ноги уже не те. Че ноги уже? Глаза не те, бля. Ну, конечно же, гада, бля. Падаем все, падаем. Да. Мне сказали все-таки, купи каску. Надо каску. И осагу, ну. Бля, у меня каска есть, я могу тебя брать. Осагу? Ну. И каску, и осагу, куплю каску. Все, ребята, донат пришел, отрубаемся, извините. Все, ребята.